Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Одинцовском кампусе МГИМО. И я хочу вас познакомить с ребятами, с руководителями студенческих клубов Международного института энергетической политики и управления инновациями. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Борис, ну хотелось бы, чтобы вы сначала взяли первое слово и рассказали о деятельности МИЭПа и непосредственно о деятельности студенческих клубов и той активности, которую в последнее время проявляют ваши студенты. На самом деле МИЭП как институт существует уже почти 20 лет и почти сразу в нем появился наш клуб «Мировая энергетическая политика» в 2005 году. То есть у нас уже, наша история насчитывает уже 13 лет. Это большой срок для студенческого объединения. И, наверное, поэтому неудивительно, что в этом году у нас было более 100 заявок на вступление в клуб новичков, студентов первого-второго курса. Это наш авторитет, наша история. Это то, что в первую очередь, наверное, сказывается. Во вторую очередь хочется отметить, что проблема энергетической политики и международного взаимодействия в энергетической сфере, мировой энергетики – это тренд, безусловно, который актуален на данный момент и будет, очевидно, актуален в ближайшие годы. По крайней мере, все тому свидетельствует. И ребята чувствуют это и понимают, что мы занимаемся самыми актуальными, самыми интересными, самыми важными проблемами, исследования которых, работа над которыми может позволить и самим развиваться, и по карьерной лестнице двигаться, ну и вообще непосредственно очень интересно. Соответственно, наверное, хочется сказать, что у нас в основном ребята вот не в этом семестре, не в первом семестре, а во втором подают заявки. Этот год какое-то исключение получилось, потому что сначала нужно присмотреться к тому, что мы делаем, походить на наши мероприятия, мы делаем круглые столы, мы устраиваем конференции, какие-то студенческие семинары. Так вот, ребята обычно посещают это первый семестр, а уже во втором подают заявки. Но вот сейчас наши, я почетный председатель, у нас вот есть действующий председатель, которая, в общем-то, наверное, это ее заслуга, что у нас уже в первом семестре такой большой поток желающих. Ну, слава, наверное, идет впереди студенческого клуба. Как я уже говорил, наша репутация, мне кажется, на это играет, потому что и сам по себе МИЭП, институт с уже богатой историей, и наш клуб уже многое сделал для того, чтобы привлекать новых замечательных ребят. Самым крупным мероприятием МИЭПа является модель ОПЕК. Скажите, сложно ли организовывать это мероприятие и как все устроено? Что это такое? Честно скажу, сложно. Это очень масштабное мероприятие, но мы привыкли к сложностям. Это большая студенческая конференция. Уже в четвертый год мы ее проводим совместно с, собственно, главным нефтегазовым вузом России, Губкинским университетом. Тем приятнее. Это долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. Так вот, что же такое модель ОПЕК? ОПЕК – организация стран экспортеров нефти, и мы, соответственно, моделируем заседание, которое у них проходит в штаб-квартире в Вене, на двух языках, на русском, на английском, в трех комитетах. Соответственно, наша главная задача, чтобы наши студенты, наши члены, активисты, все, кто хочет принять в этом участие, осваивали вот этот вот переговорный процесс, следовали протоколу, вырабатывали какие-то реальные решения уже вот на буквально студенческой скамье. И приятно, что после нашего первого заседания мы отправляли протоколы и какие-то резолюции, например, в посольство Венесуэлы, которое тоже входит в ОПЕК, и нам пришел положительный ответ, что мы действительно неплохо поработали. Соответственно, в этом году у нас еще такая новинка. Мы делаем вводный курс, то есть для всех, кто захочет поучаствовать в деятельности нашей модели, у нас будет курс, в котором будут рассказаны позиции стран, то есть интересы стран экспортеров нефти на арене мировой энергетики, какие там хитросплетения дипломатические возникают. Так вот, это все можно будет узнать буквально из первых уст, вот деятелей компаний. Кто будет вести курс? Пока что раскрывать все карты я вам не буду, но поверьте, это вот люди, которые наиболее близки к непосредственному принятию решений, к деятельности организации стран экспортеров нефти. Компаний, из компаний, из дипломатических структур. В общем, это должен быть очень интересный год, я вам хочу сказать. То есть есть над чем работать? Безусловно, безусловно. Мы всегда вообще для нашего клуба, это очень важно, давать всем, кто хочет, возможность, свою энергию направить в максимально полезное, максимально интересное, развивающее русло. Одновременно поработать на общий успех и чего-то добиться самостоятельно. Для нас вот это сочетание очень важно и наша преемственность поколений всегда старается вот следовать такому же принципу. Арсений, расскажите о вашем клубе «Арктика МГИМО». На что делаете непосредственно вы упор в своей работе? Студенческий научно-исследовательский клуб «Арктика МГИМО» был основан еще в 2015 году по инициативе участников первой студенческой модели Арктического совета, которая проходила в стенах нашего университета. И следует сказать, что инициатива создания клуба была поддержана ректором МГИМО, академиком РАН Анатолием Васильевичем Таркуновым и директором МИЭП МГИМО, членом-корреспондентом РАН Валерием Ивановичем Салыгиным. И основными целями клуба его создатели в лице председателя Валерии Рузаковой и ее коллег видели в повышении осведомленности студентов университета о исключительной важности Арктического региона в контексте международных отношений, устойчивого развития, а также стратегических приоритетов России, а также в развитии научных компетенций у студентов университета именно по проблематике исследования и международных отношений в Арктике. И сегодня, спустя три года функционирования клуба, можно сказать, что клуб Арктика и его члены сохраняют приверженность этим целям и о чем говорит, например, сеть партнеров клуба, которая выходит далеко за пределы нашей страны и охватывает, например, все арктические страны, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Члены клуба Арктика принимают участие в мероприятиях также в США, в Норвегии, в Дании, в Финляндии и других странах, и на площадке МГИМО проводятся очень крупные мероприятия на арктическую тематику. Например, уже дважды проводилась модель Совета Баренцева и Евроарктического региона, дважды состоялась международная студенческая арктическая неделя, и трижды проводилось наше флагманское мероприятие – это Московская международная молодежная модель Арктического Совета, которая как раз недавно прошла в стенах нашего университета. Расскажите более подробно о этой конференции. Вообще, модель Арктического Совета организуется с целью вовлечения молодежи и студентов нашего университета в процесс принятия решений и разработку проектов, как это происходит на многосторонней площадке Арктического Совета, где в постоянном диалоге находятся все восемь арктических стран и шесть организаций-участниц, представляющих коренные народы Арктики. И на нашей модели участники получают роли стран-членов Арктического Совета или организаций-участниц, и тем самым могут рассматривать вопросы, которые выносятся на повестку дня, с различных точек зрения, и тем не менее всегда приходить к компромиссным решениям. И следует сказать, что специфика последней, третьей московской международной молодежной модели Арктического Совета состояла в том, что она собрала на своей площадке рекордное число участников. 135 человек не только из ведущих вузов России, но также и из арктических стран, например, из США, из Норвегии и других стран. И экспертный совет модели также был очень высоким. Например, в организации модели принимали участие даже заместители министров, что позволило участникам обогатиться опытом таких специалистов, но также повысить нам статус нашей модели. Арсений, вы уже говорили о том, что очень часто бываете за рубежом, посещаете разные страны, в том числе, конечно же, это напрямую связано с деятельностью вашего клуба. Вот такой вопрос очень интересный. Как вас встречают? Как вас принимают? Насколько вас поддерживает та или иная аудитория? В зависимости, безусловно, то в какой стране вы находитесь? Я должен сказать, что люди, занимающиеся арктической тематикой, все заинтересованы в развитии, например, устойчивого развития и других тем, которые связывают на самом деле людей. И никакие международные события не способны нас разобщить в достижении этих общих целей. И я, в свою очередь, в прошлом году, будучи первым секретарем клуба «Арктика МГИМО», был назначен молодежным посланником цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций в России. И это позволило мне продвигать тематику устойчивого развития не только на международных мероприятиях, которые мы организуем в стенах нашего университета, но и на международных площадках. Так, например, я участвовал в модели Арктического совета, которая проходила не так давно в Раваниеме в Финляндии. И в этой модели участвовали также студенты и представители молодежи, молодые ученые из США, из Норвегии, из Дании и других неарктических стран. И все мы, на самом деле, несмотря на то, что представляем разные страны с различными взглядами и с различным подходом к тем или иным событиям, тем не менее, могли сотрудничать друг с другом, разговаривали, встречали меня, как и их, одинаково, прекрасно. И мы, на самом деле, как представители нашей страны, тоже чувствовали себя вполне комфортно. В рабочей обстановке мы добились очень хороших решений, которые мы представили впоследствии перед старшими должностными лицами, которые также присутствовали в Раваниеме для проведения своего заседания в рамках Арктического совета. И они очень высокую оценку дали всем нашим достижениям, которые мы им представили. То есть здесь можно сказать только одно. Арктика – это такая тема, которая объединяет страны вне зависимости от того, какая политическая ситуация сегодня происходит на международной арене. И Арктика, она одна, она не имеет никаких границ, которые способны нас разъединить. Поэтому, на самом деле, могу только одно сказать. Мы работаем вместе и не видим никаких препятствий для сотрудничества, в том числе и среди арктической молодежи. Мне очень интересно, как все ваши клубы взаимодействуют друг с другом. На самом деле, у нас даже подписано было в свое время соглашение о стратегическом партнерстве. Вот у клуба «Мировая энергетическая политика» с клубом Арктика. Инновационный клуб пока молод, и поэтому мы еще не спереда делать, но обязательно это сделаем. Так вот, члены клуба участвуют в мероприятиях перекрестно, то есть нет и никакого ограничения, кроме непосредственно должности председателя. На самом деле, конкуренция, я бы сказал, что некоторые все-таки присутствуют. Наверное, партнеры наши из клуба «Арктика» согласятся, но она, безусловно, положительная. Мы два клуба в рамках МИЭП, и мы стараемся дополнять друг друга с разных сторон. Безусловно, мы бы хотели, чтобы наше мероприятие флагманское было самым хорошим, самым интересным, самым ярким и с наибольшим количеством участников. Но мы искренне радуемся за успехи своих партнеров. То есть здесь, безусловно, конкуренция, мне вообще кажется, что конкуренция в некотором смысле двигатель прогресса, но вот в данном случае это, как говорится, положительное и правильное, как, наверное, в принципе, свойственно нашим студентам. Ну и с учетом того, что вы все-таки являетесь старейшим клубом МИЭПа, то, безусловно, ребятам есть к чему тоже стремиться и есть образец. То на что нужно равняться? Мы стараемся сохранять вот эту вот самую репутацию, как я уже говорил, вот этот вот «Орел» старейший, одного из самых старейших клубов, да я бы уже сказал, в МГИМО. И мы стараемся делать так, чтобы на нас можно было равняться. Тем не менее, наши партнеры иногда делают что-то лучше, и это здорово. Так должно быть, это развитие, это ровно то, зачем существуют студенческие клубы. Это вот какое-то внутреннее развитие для каждого с возможностью получить новых замечательных товарищей и качественное общение на совсем другом уровне. Когда все ребята заняты одной какой-то серьезной проблемой, все находятся на высоком уровне мотивации, с большим желанием что-то познавать, с хорошим запасом знаний, а это, безусловно, актуально для членов клуба, потому что они все амбициозны, все стремятся развиваться. Так вот, самое главное, что получается, это общение. И в этом контексте у нас, безусловно, нет никакой конкуренции. У нас открыта информационная среда, мы все друг с другом общаемся, мы обмениваемся лучшими практиками и находимся всегда в непосредственном контакте. Вы уже сказали о том, что совсем недавно в Одинцовском филиале открылся инновационный клуб. Вы уже были на заседании у ребят? Мы вот, лично я присутствовал при его зарождении, вот, а непосредственно заседания еще нет. Но я знаю, что ребята большие молодцы и уже успели выиграть грант нашего фонда развития на то, чтобы провести свое флагманское мероприятие. И для нашего клуба мировой энергетической политики это тем более важно, потому что мы стремимся к интеграции, к максимальной интеграции Одинцовского кампуса и кампуса на проспекте Вернадского. Поэтому с большим удовольствием будем принимать участие и поддерживать мероприятия инновационного клуба. Денис, расскажите о подготовке кадров в МИЭП МГИМО в сфере управления инновациями и о том, как был создан инновационный клуб. МИЭП МГИМО стремится строить свою работу в соответствии с ключевыми мировыми тенденциями, связанными с развитием цифровой экономики и инновации. Именно поэтому три года назад МИЭП открыл три принципиально новых программы обучения бакалавриата и магистратуре в сфере мировой экономики, международного бизнеса и управления инновациями. Также была создана кафедра управления инновациями. Одной из главных особенностей обучения в МИЭП МГИМО является практикоориентированная подготовка, которая обеспечивается на очень высоком уровне. Благодаря сотрудничеству с такими крупными корпорациями и инвестиционными структурами, как Роснефть, Транснефть, Норильский Никель и Газпромбанк. А также благодаря работе базовых кафедр этих компаний на базе нашего института. Как известно, сегодня крупные компании и банки реализуют инновационные стратегии и крупные проекты с применением инноваций и цифровых технологий. В этой связи важно отметить, что на базе Одинцовского кампуса МГИМО функционирует Центр стратегических исследований в области инновации и цифровой экономики под руководством Юрия Сергеевича Осипова, который более 20 лет был президентом Российской Академии Наук. Сегодня на базе Центра развернуты комплексные исследовательские работы по изучению опыта управления инновационной деятельностью в различных зарубежных компаниях энергетической отрасли. Однако при всем при этом на базе МЕП не было общего единого пространства, в рамках которого студенты могли бы реализовывать свой научный потенциал и вести активную научно-исследовательскую деятельность в сфере инноваций. При этом МЕП всегда славилась работой своих студентов и деятельность клубов, которые были созданы ранее, подтверждает это. Так представители клубов МЕП и Арктика только за последний год посетили большое количество научных мероприятий, не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы гордимся тем, что мы всегда можем обратиться к нашему научному руководителю, известному ученому, президенту Российской Академии ТЭП, член-корреспонденту Российской Академии Наук, дважды лауреату Государственной премии в сфере науки и техники Валерию Ивановичу Салыгину. Так, инновационный клуб МГИМО стал объединением активных студентов, которым интересен процесс изучения инноваций, студентов, которые хотят принимать участие в различных научных мероприятиях. Борис уже сказал о том, что совсем недавно вы получили грант и будет проведено в самое ближайшее время очень крупное мероприятие. Что это за мероприятие? МГИМО Innovations Week или неделя инноваций МГИМО – это первое крупное научное мероприятие, которое будет проводиться студентами на базе Одинцовского кампуса МГИМО. В рамках МГИМО Innovations Week планируется выступление представителей таких крупных компаний, как Роснефть, Транснефть, концерн Калашников и другие. Борис, вы помогаете ребятам в подготовке такого мероприятия? Все-таки клуб образовался совсем недавно. Еще опыта такого масштабного, конечно же, нет. Это правда. Но вы знаете, пока только советами ребята хорошо справляются на своей собственной базе, но мы обязательно планируем посетить это мероприятие, чтобы, если что, вдруг, хотя я сомневаюсь, что это потребуется, помочь им на местах. Но в первую очередь, конечно же, важен опыт, который мы всегда стараемся транслировать. Я уже упоминал, что для нас, и в целом, мне кажется, в студенческой науке, это самое важное найти единомышленников и создавать вот эту плодотворную информационную среду, которая питает всех ее участников. Это вот такое взаимное обогащение вместе с очень большим удовольствием, я вам хочу сказать. Так что вы члены. Ксения, я смотрю, вот вы прям тоже хотите добавить, какие перспективы вы видите в создании инновационного клуба? Как вы считаете, насколько успешными будут ваши коллеги? Да, но я со своей стороны могу пожелать ребятам удачи. Я уверен, что такая перспективная тема, как управление инновациями, станет плодотворной основой для работы студентов. И в клубе «Арктика» мы также ведем работу по различной тематике, касающейся инновации и устойчивого развития. Как мы знаем, именно для устойчивого развития необходимо как раз применение инновационных технологий, которые способны продолжать и применяться человеком для того, чтобы сохранять и окружающую среду, которая так хрупка в Арктике, и в то же время интенсифицировать деятельность человека. Мы уже встречались с представителями инновационного клуба, рассказывали нашим телезрителям о его деятельности, об основных направлениях. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы еще раз прозвучало, Денис, как можно попасть и пополнить ряды инновационного клуба «МИЭП МГИМО». Пополнить ряды инновационного клуба довольно легко, достаточно поступить в «МИЭП МГИМО» и написать заявку на вступление в инновационный клуб. А все-таки для тех студентов, которые проходят обучение в других вузах, есть ли у них возможность принимать участие в ваших мероприятиях? Потому что Борис и Арсений говорили о том, что активно вовлечены в деятельность студенческих клубов «МИЭПа» и ребята не только из других вузов, но и из других стран. У вас есть перспективы в этом направлении? Смогут ли студенты, наши одинцовские ребята, которые не обучаются в «МИЭПе», но, тем не менее, могут ли они тоже быть приняты в ваше сообщество? Конечно, конечно. Все желающие могут принять участие в наших мероприятиях. Так, в ближайших планах у нас проведение конкурса инновационных работ, и все желающие могут подать заявку на участие в этом конкурсе. Что это за конкурс? В какой срок он будет проходить? Главная задача – это сделать инновационный проект по одному из двух направлений. Это инновации в социальной сфере и инновации в экономике и менеджменте. Работа должна соответствовать требованиям оформления, а также должна быть отправлена до 3 февраля на нашу электронную почту. В принципе, есть у всех активных ребят, активных студентов возможность принять участие в конкурсе, наверное, в деятельности не только инновационного клуба «МИЭП», «МГИМО», но и в деятельности клуба «Арктика» и «МЭП». Совершенно верно. И для нас это всегда большая радость, когда ребята из других вузов налаживают с нами связь. Вот, например, в этом году наш клуб провел совместное мероприятие с Национальным ядерным университетом МИФИ. И это замечательно, потому что раньше мы с ними сотрудничество не осуществляли. И вот это такая ниточка, которая протянулась, связала наши институты. Это здорово. Это, опять же, то же самое взаимное обогащение. Для нас это очень важно. И поэтому мы ждем активных, энергичных, амбициозных, самое главное, студентов, которые готовы много работать, понимая, что за исследованиями проблем энергетической политики, за вот этой мировой энергетикой, за моделью ОПЕК, за нашими мероприятиями и конференциями, на которые мы тоже, разумеется, ездим в другие страны. За этим всем стоит, с одной стороны, кропотливая работа, которая, на самом деле, очень хорошо помогает потом в учебе. Это и организационные вопросы, такие как написание документов или разговоры со спикерами, потенциальными гостями наших мероприятий. Это и, соответственно, большое взаимообогащающее общение, но это и хорошие перспективы, потому что выпускники нашего клуба – это лучшие ребята, победители, изначально победители Олимпиады, или, например, телевизионные Олимпиады, муницеумники, а затем это солидные люди, делающие карьеры в крупнейших компаниях в энергетической и не только сфере. То есть вступайте в студенческие клубы и растите. Вступайте в студенческие клубы, растите, развивайтесь, общайтесь и добивайтесь успехов. Ребят, спасибо огромное за интересную беседу. Спасибо вам.